Всем привет, ребяточки! Сегодня я бы хотела с вами поговорить откровенно о той теме, которая меня действительно очень сильно наполнила за последние дни. Давайте сегодня обсудим такие темы, как «А что же отличает успешного человека от неуспешного?» «В чем различие между счастливым человеком и несчастливым?» Также поговорим о наших мыслях, о нашем осознанном состоянии и так далее. Возможно, вы также, как и я, слышали такую фразу, что «мысли не есть мы», «мы не есть наши мысли». Напишите в комментариях, как вы понимаете эту фразу. И мне лично давно казалось, что я понимаю эту фразу, но мне кажется, действительно ее я поняла буквально на днях. И что это значит? Это значит, что в нашей голове ежедневно крутится миллион мыслей, которые мы осознаем, не осознаем. Внутри каждого человека разные личности, поддерживающие, не поддерживающие личности, вступают в диалог, вступают в конфликт. И все, что творится в нашей голове, это не есть мы, это не есть правда. Вот это еще тоже очень важно, что не все наши мысли, они правдивые и настоящие. И то, как человек умеет общаться, обращаться со своими мыслями, очень сильно определяет человека. Вот это очень важно, что мы не есть наши все мысли, и все, что мы думаем в голове, это не есть все правда. Но то, как мы поступаем и действуем на основании этих мыслей, это есть наша реальность. Вот еще раз сейчас осознайте, что нашу реальность формирует наша реакция на наши мысли. И эта реакция, и наши действия, поведение могут быть как осознанными, так и неосознанными. И как же вот эти вот все мысли связаны с вопросом, а что отличает успешных людей от неуспешных? Мы плавно подходим к ответу, что, по моему мнению и по моему опыту, успешного человека от неуспешного человека отделяет наличие действий. То есть успешные люди, это те, кто сделали миллион действий, миллион попыток, протестировали миллион гипотез, получили какой-то результат положительный, негативный. Но в конечном итоге пришли к тем результатам, которые сейчас у них есть. Они не свалили с этих результатов именно голову. Это результат всех действий. Так вот, неуспешные люди, это те, кто не делает действия. А что же стопорит наше действие? Что же мешает нам действовать? И опыт и практика показывают, что наши действия чаще всего стопорят наши мысли. И тут я хочу поделиться своим опытом и наблюдением вообще, откуда появились эти мои умозаключения и как я к этим выводам вообще пришла. Ровно год назад я завершила свою карьеру в Москве. Я была операционным директором IT-стартапа. Всю свою взрослую такую осознанную жизнь я строила эту карьеру. И я понимаю, что когда я была в этом рабочем режиме, у меня не было фрустрации, у меня не было желания прокрастинировать какую-то задачу. Просто на основании целей и планов, просто брали и делали. Так вот, после того, как я завершила свою карьеру, я стала фрилансером, стала заниматься своими проектами. И тут у меня открылся просто, в общем, на меня полился водопад моих мыслей на тему того, что получится, не получится, а вообще способна я или не способна. И эти мысли негативные, которые стали возникать все чаще и чаще в моей голове, просто привели к тому, что в какой-то момент у меня получился такой паралич. Я просто ничего не могу сделать. Я понимаю, что нужно сделать, я понимаю, как это нужно сделать, но просто от того состояния, в которое я вогнала себя через мысли, я просто не могла ничего делать. И вот, я стала анализировать, и что происходит. То есть я стала думать, что в какой-то момент, что я сломалась, со мной что-то не так. С того момента что-то изменилось. Там я была классная, там выполняли все планы, достигали цели, получала кипяи, бонусы, все было здорово, а сейчас что-то не так со мной, сейчас я сломалась. И я стала сравнивать эти два состояния, и начала анализировать вообще, а что поменялось. Единственное, что поменялось, это мои мысли в голове. То есть когда я работала, у меня даже не было мысли вообще, получится, не получится, способна я, не способна, достойна я, не достойна. Я просто брала и делала. И на основании этих действий получался какой-то результат. Всегда ли я был положительный результат, всегда ли я был отличный на 100% результат? Ну конечно же нет, но результат был. То есть, а сейчас, мое состояние, мои мысли приводят меня к тому, что я просто-напросто не действую. И что меня отделяет от моих целей, это только те действия, которые нужно сделать. Не талант, не успех, а просто набор действий. И вот все это меня привело к четкому осознанию, что меня от моих целей и от моих результатов отделяет только действие. А что мешает мне сейчас действовать? Мои мысли, которые приводят меня в определенное состояние. И вот негативные мысли меня приводят в такой паралич. Вот протестируйте. У каждого из нас в голове есть этот критик, который сидит и говорит, у тебя не получится. И по каким-то очень весомым аргументам, очень логично. И вот вспомните вот эти вот все мысли, вспомните всю цепочку этих мыслей и проанализируйте, а какое состояние в теле рождают эти мысли. Что у вас происходит на уровне тела? То есть сжимаются ли плечи? У меня это так всегда обычно. Мне хочется вот так вот закрыться, ухожиться, сжаться. Либо у вас невозможность дышать. И в этот момент вы фиксируете это состояние. И потом понимаете, какие мысли привели вас в это состояние. И почему вы не можете действовать. Когда вы за это все раскрутите, у вас просто будет цепочка ваших негативных мыслей, которые мешают вам действовать. И что же с этим всем делать? А вспомнить, а какие поддерживающие мысли есть у вас? И что вы думаете в момент, когда вы себя чувствуете способным что-то реализовать? Какие же поддерживающие мысли помогают вам? Какие поддерживающие установки в вашем голове помогают вам действовать? У меня есть такие мысли, как у меня все получается. Если я чего-то хочу, то это исполняется. И многие другие. И вот когда вы эти мысли прокрутите в голове, вы даже почувствуете, как изменилось ваше состояние. Вы зафиксируете на уровне тела, как изменилось ваше состояние. Мне хочется раскрыться, дышать. Понимаете? То есть только мысли меняет наше состояние. И вот это вот наше состояние позволяет нам либо действовать, или не действовать. И получается, что в тот момент, когда вы не можете действовать, у вас наступает такой же паралич, про который я вам рассказывала, просто следите, а вообще какие это мысли? И вообще это правда или нет? А вообще то, что те мысли, которые есть в голове, это правда, чаще всего это неправда, это абсурд, который вы сами себе накручиваете. Появляется тремор, тревога. А тревога и тремор, они о будущем, о том, что еще не наступило. И вот эта вот тревога, она как защитная система, она защищает от страшного будущего. Причем-то в голове не рисуются, как бы, пони, счастливое будущее, единороги. Рисуется самый страшный сценарий. Вот осознав все то, что происходит с вами в этот момент, вы поймете, что на самом деле у вас в голове тревога, миллион мыслей, но на реальности ничего не поменялось. Вы как и были в той точке, так и остаетесь. То есть, как вы были в точке А, вы не поменялись, не пришли в точку Б, где у вас есть результаты, ваше счастливое будущее. И чаще всего в таких негативных мыслях, тревоге, треморе человек несчастлив. И вот мы подошли к следующему пункту и теме, которую я озвучивала. А чем же счастливы отличаются от несчастливого человека? Ну что, уже догадались? Но давайте все-таки раскроем, что все-таки счастливый человек от несчастливого человека отличают мысли. Только мысли. Счастливый человек выбирает позитивные мысли, он выбирает осознанно счастье. Давайте я сейчас это раскроем. Нарисуйте счастливую свою картинку. Что должно быть в этой картинке, чтобы вы были счастливыми? И там наверняка появится несколько пунктов. Например, чтобы быть счастливым, мне нужно зарабатывать на 10000 рублей больше или какая-то другая сумма. Если у вас это есть, поставьте галочку. Чтобы быть счастливым, мне нужна машина. И не абы какая, а, допустим, Мерседес. Или сумочка. Или квартира. Или еще что-то. Напишите это себе. Чтобы быть счастливым, мне нужны отношения. Счастливые отношения с человеком, партнером, у которого совпадает мирозазрение с моим и так далее. Если вам это нужно, тоже ставьте галочку. Чтобы быть счастливым, мне нужно путешествовать. Вот я поеду в путешествие, и тогда буду счастливым. А сейчас я несчастлива. Если это тоже отвлекается, ставьте себе. И вот, правильный ответ. Это все были неправильные ответы. Чтобы быть счастливым, здесь и сейчас вам все это не нужно. Идет подмена понятий. Я буду счастливым, если. Я буду счастливым, когда. При условии. Но запомните, никогда вы не будете счастливым из-за внешних обстоятельств. Когда появятся эти внешние обстоятельства у вас, появится новая квартира, новая сумочка, путешествие и так далее. И если вы были несчастливы до момента появления этого всего, вы будете с высокой вероятностью несчастливы в точке B. Почему? А потому что вы просто не умеете быть счастливым. Вы просто не выбираете быть счастливым. И счастье, оно не зависит ни от каких внешних факторов. Счастье зависит только от вашего осознанного выбора мыслей, что я счастлив уже здесь и сейчас. В настоящем. Со всеми водными, которыми есть. И я счастлив. Счастлив, потому что есть жизнь. Счастлив, потому что у меня есть то, что есть сейчас. Если вам откликается эта мысль, напишите мне в комментарии, так ли вы думаете о счастье или нет, а счастливы вы сейчас или нет. Прям будет очень важно это с вами обсудить. И вот, если резюмировать, счастливого человека от несчастливого человека отделяет только его выбор быть счастливым или нет и, как следствие, те мысли, которые в голове. Мысли о том, что я счастлив или несчастлив. И вообще, что происходит в голове. И это не просто слова. Я подкреплюсь сейчас своим личным опытом, своей практикой жизненной. Знаете, когда я это поняла? Когда я всю жизнь бежала к какой-то точке в карьере зарабатывать какую-то сумму. И тогда вот я буду счастливой. Тогда будет, в общем, какой-то абсолют. И вот, добежав до этой точки, начав зарабатывать очень достойные деньги в Москве, ничем себе не отказывать, я в этой точке была самой несчастливой. Мои переживания, мое горе, мои страдания в тот момент жизни достигли максимального пика. И эти деньги меня абсолютно не радовали. То есть, наличие денег не привело меня к тому счастью. И вот все эти фразы про то, что счастье за деньги не купишь и так далее, это все правда. И лишь потому, что мы не умеем быть счастливым без этих внешних обстоятельств. И задача сводится теперь просто к тому, что научиться быть счастливым здесь и сейчас. Не научиться, а просто выбирать. Вы можете быть здесь, ничего не меняя во внешних обстоятельствах, вы можете быть счастливым здесь и сейчас. Просто выбирая эту позицию, что я счастлив со всеми теми обстоятельствами, которые есть здесь и сейчас. И если научиться быть счастливым здесь и сейчас, принимать эту реальность и выбирать быть счастливым в этой реальности здесь и сейчас, то с большой вероятностью, когда вы достигнете тех результатов, просто ваше счастье, оно продлится. И вы будете действительно намного счастливее. У вас будет ярче просто эмоциональное состояние, да, в те моменты, когда вы достигнете результата. Но вы будете счастливым на точке А в точке Б. В общем, если резюмировать, то счастье это про то, чтобы выбирать счастье здесь и сейчас. И счастье это наша мысль. И мы не есть наши мысли, но мысли наши формируют нашу реальность, наши действия. И мы можем выбирать наши мысли. Мы можем их осознанно фильтровать и выбирать наши мысли, как следствие определять наше действие определять нашу реальность в общем ребят на одном дыхании поделилась своими размышлениями на эту тему своими инсайтами пожалуйста поделитесь в комментариях откликается ли вам это что вы думаете о теме счастье счастливы вы сейчас или нет если вам это видео помогло настроиться на конструктивный и созидательный режим пожалуйста поделитесь этим видео ответьте меня в сториз я буду вам очень благодарна и я буду очень рада если это видео поможет как можно большему количеству людей в его состоянии в его настрое здесь и сейчас быть счастливым и творить свою счастливую жизнь это новый формат на моем канале буду рада вашей поддержке и увидимся уже совсем скоро в новых видео всех благодарю за уделенное время всем пока ну и самое важное забыла в бонус-айресе и я хотела проводить снять это видео на фоне этого шикарного вида но к сожалению солнце падает сюда и мне пришлось снимать на фоне этой стенки поэтому насладитесь пожалуйста вместе со мной этим чудесным видом в бонус-айресе